Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает. Но потом речь сегодня пойдет о детской книжке Тома Персивале «Необыкновенный Норман». Вы видите, в названии книги не взято в скобки. Почему? Потому что мы не знаем, обыкновенный Норман или нет. Сейчас давайте рассмотрим, о чем эта история, и сами решим, обыкновенный он или нет. И вот у нас мальчик Норман. И уже с первой же иллюстрации, с титульного листа, нам становится понятно, что использован очень-очень известный старый-престарый прием, когда на черно-белом фоне выделяется цветом какая-то деталь. Это символично, это важно, это имеет огромное значение. Ну, примеры можно привести разные. В голову в первую очередь приходит трагичный пример. Иногда это, может быть, что-то комичное. Был такой фильм, где в черно-белое кино 50-х годов, значит, 40-х или 50-х, или даже раньше попадает современный, значит, молодой человек. И он расцвечивает этот черно-белый мир, да, постепенно превращает его в такое яркое праздничное, а там, разумеется, такие британские нравы, все такие строгие, так далее. Ну, или, допустим, трагический пример, список Шиндлера, да, помните, да, цветные элементы в фильме 2 или 3 за весь фильм. Финал, концовка, да, когда уже современность показывают, да, в самом начале, когда огонек свечи, значит, о многом нам говорит. И в центре фильма уж не буду рассказывать, что. Итак, смотрите, про Норман у нас здесь тоже запускает цветного змея, это символ полета, да, воздушный змей, значит, и сам он тоже цветной. Он яркий, он желтенький, красненький, посмотрите, какая у него прекрасная толстучка такая. Вот, это нужно для того, чтобы показать, что в один прекрасный день с ним случилось настоящее чудо, у него выросли крылья. Посмотрите, какие они прекрасные. Он, конечно, представлял себя большим, как папа, бородатым, как папа, или еще каким-то, но чтобы крылья, такого, конечно, и в голову прийти не могло. И вот он летает на поне, смотрите, небо плавно становится цветным, птицы разноцветные, то есть такой, это какой-то мир фантазии, совершенно особое пространство, в котором он теперь живет, с этими крыльями. Но надо было вернуться к ужину. И когда он взглянул сверху оттуда, значит, из этого иного мира, да, на свой привычный дом, на свою привычную обстановку, да, на свою привычную жизнь, он потускнел, он понял, что он стал необычным. Вы знаете, это звучит так банально, так просто. Нам чрезвычайно сложно вспомнить себя в этом возрасте и вспомнить, как это было страшно, когда в один прекрасный момент случаются непоправимые. Ты становишься иным, другим. Это делает тебя белой вороной, это выбивает тебя не просто из стаи, из коллектива, а вообще из числа привычных к тебе людей. То есть ты понимаешь, что ты совсем не такой, как все они. И это не выпавшие молочные зубы, и это не пестрая раскраска индейца зеленкой, да, после, значит, ветрянки. Нет, это навсегда, это случилось. Вот я, например, левша, да, я родился левшой. Меня дразнили, меня переучивали. Я много чего испытал по этому поводу. Я много могу сказать людям, которые, скажем так, не то чтобы занимаются этим, но не осуждают дискриминацию по врожденным признакам всевозможным. Я много теплых слов могу этим людям сказать. Потому что я левшая, мир устроен неправильно. Мир устроен неправильно, я ничего с этим не могу сделать, только смириться и жить до самой смерти в этом неправильном мире. Потому что все вокруг урода и делают неправильные вещи. Двери открываются не в ту сторону. Клавиатура у любого компьютера расположена не так, как следует ее располагать с точки зрения левши, вы поняли, да? Вот, кнопки нажимаются не там, как надо. Струны натянуты на гитаре не так, как надо. И так далее, и так далее, и так далее. Есть блестящие примеры, когда люди превращали это в преимущество, в свой недостаток. Потому что музыкант с разработанной левой рукой, это прекрасно. Партия левой руки всегда очень сложна. Но, но, в данном случае, вернемся к Норману, это просто первый испуг, это шок. И он пытается замаскироваться. Он пытается сделать так, чтобы никто не заметил его крылья. Хотя мама с папой, вы видите, по этим очень симпатичным и очень понятным для ребенка картинкам, они о чем-то догадываются, да, что-то случилось. Норман даже купается в своей любимой куртке. Это очень смешно нарисовано, вот. Но, на самом деле, это довольно грустные иллюстрации. Потому что, конечно же, ему страшно, ему плохо. И он в этой куртке пытается скрыть то, что с ним случилось. Норман открыл в себе что-то. Вы знаете, это метафора, конечно. Эти крылья, это не просто какой-то там полет фантазии в страну Диснея, да. Это то, что с тобой случается в жизни, вовсе не Дисней Вэнг. Вот что хочет сказать нам художник. Возможно, он открыл какую-то удивительную способность к музыке, к рисованию, к чему-то. А может быть, это какая-то особенность организма. А может быть, еще что-нибудь. Мы не знаем, это метафора. Но эти крылья, они явно ему дают, помимо неудобств, еще что-то хорошее. Но делают его иным, другим. Видимо, надо родиться чернокожим мальчиком, пойти в белую школу, чтобы почувствовать, о чем эта книжка. Она рассказывает обычным детям, которые ничего подобного пока не испытывали, о том, как это может произойти, чтобы они не испугались, когда это произойдет. Когда все на тебя покажут пальцем и скажут, а твой папа такой-то и такой-то. Или там, а ты оттуда-то, оттуда-то. Вот это очень важно. Правда, в этой книге у нас речь не о дискриминации. Речь, скорее, наоборот. То же самое со знаком плюс. А ты почувствуй, каково это. Иметь, допустим, удивительные восточные корни и так далее. Ведь талантливые взрослые всегда расскажут о том, как воспринимать любую особенность, с которой ничего не поделаешь. В виде блага, в виде подарка судьбы. Неожиданного, непрошенного, но отнюдь неплохого. В этом много интересного. И Норман точно так же может стать настоящим героем. Да. Однажды мальчишка-хулиган хотел стащить с Нормана пальто. С горящими от стыда щеками, обиженный и грустный, Норман убежал. Понятное дело, что он бы с радостью бы эти крылья отдал бы взамен за что-нибудь. Но понимание того, что все, что тебе досталось, оно твое и только твое. И можно желать поменять свою жизнь на какую-нибудь другую. Но это плохое чувство, это плохое желание. Оно, с такими словами ребенок еще не знаком, оно очень пошлое. Времена не выбирают. Точно так же не выбираешь и самого себя. Ты можешь измениться. И люди могут тебе помочь измениться. Но ты такой, какой ты есть. И вот Норман с этими прекрасными крыльями, ура, он сбросил пальто и расправил свои чудесные крылья. Он рожден для полета. Норман взвелся в воздух. Наконец-то он был свободен. И вот тут самый важный вопрос в книге. Вот там веселые летающие дети, они все крылаты. Все дети крылаты от рождения. Мы же знаем это. Бывают крылья у художников, у портных, у сапожников. Можно бесконечно цитировать любимых поэтов, но я хочу сказать, что вот эти вот крылья, да, это ответ на важный вопрос. А от чего он освободился? Он стал свободен от чего? Ну, конечно же, он освободился от своих собственных внутренних оков, которые могут быть страхом, могут быть обидой, могут быть чувством униженности, дискриминации, когда происходит, когда травят ребенка. Неважно из-за чего. Но это оковы, это кандалы, их надо сбросить, тогда ты полетишь. Очень важное, очень, заметьте, ни одного прямого слова, это я проговариваю, и естественно, когда все это вот так вот подумываешь, обдумываешь, разжевываешь для самого себя, когда все это размышляешь над этим, да, то оно становится скучным, оно становится банальным. Художник умудрился сделать из этого интересную, интригующую, да, ну, разумеется, в своей возрастной категории, да, интригующую и веселую историю со счастливым концом. Это очень важно, это действительно мастерство, вот, а вопросы, которые задают эта история и отвечают на них, очень важные, философские, я бы сказал, это вопросы, на которые каждый из нас должен ответить. Вот такая чудесная книга, издательство Поляндрии, читайте, наслаждайтесь и, конечно же, летайте, друзья, летайте.